МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИКИЕ ОТГОВОРКИ О ВРЕДЕ МЕДИЦИНЫ Коллегия Верховного Судокомия, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, вдвое увеличила сроки лишения свободы ухтинцам Юрию Клочихину, Илье Гулину, Мирану Тополяну, Тарасу Щерботяку и Илье Мигальникову. Эту пятерку признали виновны в дерзком и жестоком избиении 19-летнего студента Артема Наумова летом 2013 года. В результате нападения пострадавшему битыми проломили череп. Он буквально чудом остался жив. Репортаж Евгения Ракина. О, блин, они дерутся. Ужас. Ой, на что не делают? Бита вся в крови. Алло, скорая, добрый день. Тут сейчас человека избили напротив строящегося Газпрома на набережной Нефтяников. Вот он лежит, у него там, по-моему, голову пробили. Эта запись видеорегистратора проезжающей машины стала главной и бесспорной уликой по уголовному делу, которая прогремела на всю Ухту. Потерпевший Артем Наумов, студент-второкурсник Нижегородского института имени Лобачевского, кандидат в мастера спорта по боксу, за пару дней до инцидента приехал к родителям на каникулы. Его возвращения в Ухту ждал и его бывший партнер по рингу Юрий Клочихин. По стечению обстоятельств бывшие друзья стали неприменимыми врагами. Вечером, 9 июля 2013-го, Клочихин вместе с отцом и многочисленными приятелями из так называемой Тарасовской молодежной группировки на нескольких машинах выследили, догнали и заблокировали на оживленной автодороге автомобиль, в котором ехал Артем с друзьями. Артем стал выходить из машины и в это время, когда он выходил, подошел Клочихин с битой и ударил его по голове. И начали сбивать его все по голове, в основном битыми, ногами. Потом подъехала машина, там ехали с дачи женщины с мужчиной, и женщина закричала, что она вызовет полицию. И после этого вся эта толпа разбежалась. И в принципе, если бы не эта женщина, то, наверное, моего сына не было бы в живых. Боясь расправы, приятели студента безучастно смотрели на его избиение. Кроме бейсбольных бит, нападавшие, а их было порядка 30, были вооружены кастетами, ножами, травматическим пистолетом «Оса» и охотничьим карабином. Непосредственные удары наносили пятеро. Юрий Клочихин, лидер группировки «Тарас Щербатюк», Миран Тополян и два Ильи – Гулин и Мигальников. Перед тем, как скрыться, первые два отобрали у беспомощной жертвы 800 рублей и золотую цепочку с крестом. Избитого юношу с открытыми переломами черепа в тяжелом состоянии доставили в сангородок. Затем отправили на лечение в Сыктывкар в отделение нейрохирургии республиканской больницы. Благодаря усилиям врачей он выжил и пошел на поправку. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, хулиганству группой лиц по предварительному сговору и грабежу возбудили уголовное дело. В связи с особым резонансом расследование поручили следственному управлению МВД. Сначала часть фигурантов поместили в СИЗО, других под домашний арест, но позже, по решению Верховного суда Коми, все оказались за решеткой. Юрий Клочихин, выгораживая подельника, всю вину брал на себя, утверждал, дескать, потерпевший сам спровоцировал конфликт. Во время разборок, якобы вооружился ножом, вот и пришлось против него защищаться при помощи биты. Кто-то из фигурантов непосредственно сообщал, что да, он присутствовал на месте совершения преступления, видел, как потерпевшего избивает один человек, а именно указан на того обвиняемого, который взял все на себя. Сам говорили, что участие не принимали. Кто-то из обвиняемых говорил, что он просто находился в автомобиле, попал в пробку, которая возникла на дороге на обездной набережной нефтяников в городе Ухте. Еще один из обвиняемых, Илья Мигальников, осужденный в 2012 году к двухлетнему ограничению свободы за хранение взрывчатки, вообще утверждал о железном алиби. По мнению адвоката, его просто спутали с другим человеком. Я находился в доме, и у меня не подтверждается алиби, показатель свидетелей, детализация, телефонный разговор. Также имеющийся у меня момент преступления электронного в расследовании законодательного устройства. Илья Мигальникова, что также противоречие показатель свидетелей и договором следствия. Сейчас я его не признаю, и у меня имеется алиби. У Мигальникова там просто имя там не было. Был Сорокин. Ну, если... Даже Сорокин подтвердил в следовательное свидание, что он стал бояться после этих событий, как и первое, скрываться и так далее. Почему он не стал скрываться? Почему ты стал бояться? Он на это вопрос не ответил. Осуждение потише. Осуждение потише. Мешайте. Если ты там просто находился, если ты не понимал каких действий, отношений подтвердил, почему ты стал бояться, стал избегать и так далее и тому подобное. То есть, ваше честь, сторона защиты суставит, что там был Сорокин, который копии динты, чем Мигальникова. Такое же развязное, неуважительное отношение к участникам процесса обвиняемые проявили и на первом судебном процессе. Никто даже не пытался попросить прощения у потерпевшего и его родителей. Небольшие сроки от трех до четырех с половиной лет колонии строгого режима по приговору Ухтинского суда сторона потерпевших обжаловала. Приговор посчитали слишком мягким. В судебном заседании, когда мы допрашивали нового зрителя, все подсудимые смеялись просто на том, что они совершают. И при каких-то обстоятельствах, я считаю, что это поведение свидетельствует о том, что их исправление не может быть достигнуто путем такого незначительного срока лишения свободы. Сами справедливость в данном случае останавливается. Оглашение апелляционного решения Верховного суда заметно поубавило веселье осужденным. Сроки увеличились вдвое – от шести до восьми лет колонии строгого режима. Кроме лишения назначили и ограничение свободы на полтора года. Приговор вступил в законную силу. Полицейские воркуты прикрыли мини-лабораторию по выращиванию конопли в обычной квартире. Изобретательный местный житель замаскировал своеобразную теплицу под платяной шкаф и разместил ее в детской комнате. Оказалось, воркутинец модернизировал мебель. Проведя в шкаф дополнительное освещение и вентиляцию, мини-лаборатория была ликвидирована в ходе оперативных мероприятий. Когда на пороге квартиры, жильцы которой выращивали каннабис, появились сотрудники полиции, злоумышленники попытались избавиться от растений, выбросив их в окно. Но попытка оказалась безрезультатной. Всего по итогам проверки сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 9 кустов. Изъятые растения были направлены на исследование, в ходе которого установлено, что кусты являются наркосодержащими растениями рода конопля. Кроме того, было изъято приготовленное к употреблению наркотическое вещество общей массой порядка 300 граммов. По версии правоохранителей, в наркобизнес были увлечены все члены семьи. Отец семейства занимался выращиванием запрещенного растения. Его супруга, дочь и зять распространяли наркотики. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств возбуждено уголовное дело. Вымогательство, грабеж и разбой. Такие статьи вменяют следователи 16-летнему воспитаннику одного из эжинских приютов. Основания, материалы проверки сообщений педагогов, которые провели местные стражи порядка. Подробности у Натальи Литкевич. В апреле сотрудники эжинского социально-реабилитационного центра заметили. У 15-летнего воспитанника стали появляться новые достаточно дорогие вещи. Одежда, обувь, мобильный телефон. Объяснению мать дала педагоги не поверили. Не раз судимая в том числе и за преступление в отношении сына родительница, давно уже не интересуется судьбой отпрыска. Данные несовершеннолетние воспитываются в неполной семье. Отец находится в местах лишения свободы. Мать бородяжничает, дома не проживает. Соответственно, ребенок бесконтрольный. Поэтому мы его поместили. И он был не против, потому что он неоднократно уже помещался в СРЦН. Стражи порядка провели проверку и выяснили. Подросток с декабря месяца вымогал деньги у своего младшего товарища, с которым они жили в одном дворе. Предлогом послужил инцидент во время игры, когда потерпевший ударил приятеля футболкой по глазу. Подозреваемый придумал историю, что его мать обратилась в правоохранительные органы. И правоохранительные органы якобы сообщили, что необходимо сделать операцию стоимостью 30 тысяч рублей. В противном случае мать потерпевшего будет лишена родительских прав. Сам потерпевший будет определен в детский дом, а их квартиру конфискуют. 11-летний мальчик из вполне благополучной семьи попадать в приют не хотел и вскоре принес приятелю 4 тысячи рублей – подарок бабушке. Чуть позже, в декабре, он нашел на улице тысячную купюру. Ее вымогатель забрал силой, ворвавшись к нему домой и угрожая ножом. Потом 15-летний подросток еще пять раз наведывался к своей жертве, угрожал и каждый раз уходил с пятитысячной купюрой – деньгами из маминого тайника. Всего он получил от школьника 30 тысяч, которые и потратил на обновки и мобильник. Год назад он уже попадался на кражи, теперь ему придется ответить за вымогательство, пятиэпизодный грабеж и разбой с применением ножа. Парню грозит до 10 лет колонной. Сытовкарские судебные приставы исполнили решение городского суда об изъятии у матери двух малолетних детей. Основанием для крайней меры стало заявление сотрудников детской поликлиники, в которой они указали – образ жизни молодой мамы ставит под угрозу жизнь и здоровье ее чад. Женщина лишила дочерей медицинского наблюдения, на приемах у врачей не появлялась, в квартиру медработников не пускала и вообще была убеждена – современная медицина опасна. Подробности в репортаже Таисии Шляхтиной. 19 мая столичным судебным приставом поступило определение суда забрать у нерадивой матери и ее дочерей – двух и четырех лет. Поскольку решение такого плана требует немедленного исполнения, уже на следующий день служители Фемида выехали на указанный адрес. Вместе с ними были работники органов опеки и попечительства и участковые уполномоченные полиции. Внезапным визитером дверь никто не открыл. В том, что семья находилась дома, сомнений не было. К тому же после появления нежданных гостей мама и бабушка то и дело мелькали на балконе. После почти десяти минут попыток достучаться до женщин пришлось переходить к крайним мерам. Дверь откройте по-настоящему, пожалуй, иначе придется сотрудникам в МЧС вызывать на открытие дверей. Выламывать дверь до конца все же не пришлось. Хозяйки жилища поняли, что деваться уже некуда и дверь открыли сами. Правда, впускать приставов не хотели и даже попытались их выпроводить. Позже стало ясно, что женщины так отчаянно скрывали. В квартире настоящая свалка. Вещи разбросаны так, что между комнатами можно пройти лишь по узкой тропинке. Отключено электричество и повсюду раздается злоонный запах. Казалось, служителей Фемиды поразить было уже нечем, но сказанное вслух нерадивой бабушкой всех повергло в шок. Бабушка не переставая твердила о том, что силовики собираются отправить девочек на изъятие внутренних органов. А после начала говорить о вреде лекарств. Мол, после прививок у детей происходит поражение мозга. Стало предельно ясно, почему мать наотрез отказывается от помощи медиков. С трудом найдя хоть какую-то одежду, судебные приставы вынесли детей из квартиры. А после долгой истерии 26-летняя мать девочек, осознав происходящее, записала все данные и заявила, что детей вернет во что бы то ни стало. Однако воспитание дочерей на этот раз ей вряд ли доверят. Мама привлекалась неоднократно за ненадлежащие исполнения своих родительских обязанностей, привлекалась по статьям 5.35 Кодекса административных правонарушений. В связи с этим Сыктывкарская детская поликлиника номер 2 обратилась иском в суд, чтобы лишить родительских прав и, соответственно, пока основной иск не рассмотрен, передать детей на попечение опеки и попечительства. Судя по всему, приставы и опека подоспели вовремя. У старшей дочери была высокая температура, больше 38 градусов. Ее отправили в инфекционную детскую больницу. Ее сестру доставили в ДРБ. В ближайшее время будет проведено еще одно заседание городского суда, на котором решится вопрос о лишении матери родительских прав. А пока дети будут под присмотром органов опеки и попечительства. Наша передача подошла к концу. С вами был Эдуард Бышуев. Этот и другие выпуски программы можно увидеть на нашем сайте юрган.рф. Следующий обзор криминальных событий республики смотрите во вторник. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин